Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В ряде центральных районов Западной Армении за снега и холода закрыты учебные заведения. Скоро мы преподнесем миру новый сюрприз. Анна Акопян в Женеве. Сенат США одобряет выдвижение Лин Трейси послом США в Армении. Лавров. Москва продолжает поддерживать прямой диалог между Баку и Ереваном. Французские власти призвали демонстрантов не совершать акции протеста 15 декабря. Турция является лидером по количеству арестованных журналистов в мире. Освященный в соборе Святой Софии в Киеве Хачкар нашел свое место в национальном заповеднике. Из-за снегопада несколько десятков дорог Западной Армении были заблокированы, в частности в регионе Бенгель и в Сарам-Камыше. Непроходимость дорог также влияет посещаемость учебных заведений. Многие школы закрыты. Местные областные власти сообщают, что уборка снега идет полным ходом. Но из-за неблагоприятной погоды они завершат работу только через два дня. Госпожа Анна Акопян, председатель попечительского совета благотворительных фондов, «Мой шаг» и «Город улыбки» 12 декабря посетила Швейцарскую конфедерацию, посетив церковь Святого Иоанна в Женеве, после чего встретилась с армянской общиной в Женеве. На встрече присутствовало более ста человек. Как сообщили Армен Пресс в пресс-службе Анны Акопян, на встрече присутствовали владелец фабрики Фрэнка Миллера, Вартан Сармакеш, лектор Женевского университета Рубен Инджикян, историк Викен Читриан и другие известные члены сообщества. «Я не сомневаюсь, что мы решим наши проблемы в такой успешной атмосфере любви и солидарности. Сейчас я нахожусь в стране, которая является одной из самых процветающих стран в мире, где почти нет бедных или безработных, где все сияет и есть все условия, чтобы жить счастливо. Когда смотрела с неба на Швейцарию, я думала, почему же Армения не может быть такой», отметила Анна Акопян. Она также выразила уверенность в том, что армянам под силу после революции сделать Армению процветающей и сильной страной. Для этого нужно аккумулировать весь потенциал Армении и, что важнее, армян диаспоры. Комитет Сената США по внешним отношениям утвердил кандидатуры Лин Трейси и Эрли Литценберга на должности послов в Армении и Азербайджане. Об этом сообщается на странице Армянского национального комитета Америки в Facebook. Согласно сообщению, решение было принято после того, как кандидатура посла Азербайджана, поддержанная Анка, позволила сенаторам добиться большой ясности в отношении безрассудного предложения советника по национальной безопасности США Джона Болтона о продаже вооружений Азербайджану. Анка с нетерпением ждет утверждение кандидатуры Лин Трейси на посту посла и начало ее миссии в стране, где у нее будут прекрасные возможности улучшить армяно-американские стратегические отношения, отмечается в сообщении. Москва хочет продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по карабахскому регулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ. Мы хотим продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по урегулированию карабахского конфликта. Я знаю, что у вас были контакты с премьер-министром Армении, а у моего коллеги и друга министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова, с исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Зограба Манацаканяна. Сегодня мы, конечно, будем весьма заинтересованы послушать ваши оценки того, как вы видите продвижение вперед. Хотим, чтобы это урегулирование состоялось на справедливой и обоюдно приемлемой основе. Россия в своем национальном качестве как участник тройки. Россия, США, Франция, сопредседатель Минской группы ОБСЕ будет делать все для того, чтобы способствовать достижению урегулирования конфликта, отметил Лавров, прибывший в Баку для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества. Правительство Франции призывает участников движения «желтых жилетов» не проводить манифестации в ближайшую субботу в связи с нападением в Страсбурге. Как сообщает Армен Пресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель французского Кабмина Бенджамин Гриво, выступая в четверг в эфире телеканала CNews. «На данном этапе мы не принимали решения о запрете манифестации «желтых жилетов», которые должны состояться в субботу, но мы призываем протестующих быть разумными и не проводить манифестации», отметил Гриво. Гнев был выражен, и он был услышан. Эммануэль Макрон ответил на него, подчеркнул представитель правительства. «Сейчас время для диалога и обмена мнениями. Нация может дать ответ на тот ужас, который произошел в Страсбурге, только своим единством», отметил он. Во вторник вечером 29-летний выходец из Страсбурга открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. Позже он вступил в перестрелку с военными, однако ему удалось скрыться. Полиция Франции совместно с коллегами из Германии продолжит его поиски. Позже распространилась информация о том, что полиция застрелила Шарифа Шиката, которого подозревают в стрельбе возле рождественской ярмарки в Страсбурге. Согласно сообщению, опубликованному Комитетом по защите журналистов, в мире сейчас насчитывается около 251 задержанных журналиста, сообщает газета Коринца.ком. Находящийся в США Комитет по защите журналистов опубликовал ежегодный отчет о задержанных журналистах. В отчете отмечается, что в этом отношении Турция находится на самых высоких позициях. После попытки военного переворота в стране возросло число арестов журналистов, и 68 журналистов были арестованы по обвинению в подстрекательстве к публичным действиям. В стране закрыто более 100 новостных агентств. Хотя число заключенных журналистов – 68. Эти цифры не совпадают с фактическим числом. По данным Ассоциации независимых журналистов Тигранакерта, число арестованных журналистов достигло 173 человек. Как сообщает analytics.ua.net, церемонию освящения Хачкара провел епископ Марк Кос Ованисян, глава Украинской епархии Армянской апостольской церкви. На мероприятии присутствовали члены украинского парламента, политические и общественные деятели, представители посольства Армении и в Украине. Он был организован Союзом Армян-Украины и Управлением Национального заповедника. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Мубах». Союзом Армян-Украина и Украина и Украина. Союзом Армян-Украина и Украина и Украина и Украина и Украина и Украина. Союзом Армян-Украина и Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова